Зимние каникулы нового 2024 года продлятся в течение 8 дней. Многие из тех, кто проведет все это время дома, будут по традиции пересматривать любимые новогодние фильмы. В течение месяца мы спрашивали у химчан, какие советские, российские и зарубежные фильмы из года в год поднимают им праздничное настроение. Ну наши, наверное, советские. Настроение создает куда без них. Какой-нибудь «Отпуск по обмену» есть американский, тоже старый хороший фильм. «Гарри Поттер», конечно, всю трилогию. Вот жду, пока малышка подрастет, чтобы можно было вместе с ней смотреть того же «Гарри Поттера». Ну, мультики новогодние 12 месяцев. Все наши советские. Иван Васильевич меняет профессию. Чародеев. Ну, джентльмен удачи. Бриллиантовая рука. Все советское, да. Один дома, все части, абсолютно все части. У меня есть сосед, и он прям копия его, прям копия мальчика этого. Он уже взрослый, правда, но вот один дома – это все части просто топ. Поднимает настроение и для семейного просмотра, и вообще. Каким парам? Хоть сколько могу смотреть? Да вы знаете, с легким паром, как-то он уже начинает надоедать. Я не знаю, какие-то, может быть, рекламы. Там вот едет этот состав, там музыка. Мужакова, да? Да, да. Точно. Иван Васильевич меняет профессию и все приключения Шурика, конечно же. Нашим больше нравится, потому что росли с дедушками, бабушками и всегда смотрели советские фильмы. Морозко. На первом месте «Ирония судьбы» на втором. А если уже попадется какой-то рождественский фильм зарубежный, тоже очень милый, атмосферный, то его, наверное, в третью очередь, вот так. Я всегда с легким паром, приятный фильм всегда был, всегда его ждали, каждый год его показывали. Ну, американский как-то я не предпочитаю. Ну, что по телевизору идет, то и смотрю. Обычно это всякие советские новогодние фильмы. Российские, конечно. Ну, «Ирония судьбы», естественно. И что еще у нас новогоднее? Иван Васильевич меняет профессию. В принципе, все, что крутят, ну, и наши есть, и зарубежные фильмы хорошие. Например, зарубежный фильм «Синянин» хороший, кстати, с Николасом Генниевым, по-моему. Из наших «Ирония судьбы» или с легким паром. Там целая плеяда, целая там гроздь этих фильмов, они все отлично, они все хорошие. Ну, вот карнавальную ночь бы хотелось, потому что «Ирония судьбы» уже, знаете, я педагог по образованию, но не сказать бы что-то такое поросе, надоело. Гарри Поттер. Гарри Поттер у нас это как бы семейная традиция. Но так вот всегда с удовольствием, «Ирония судьбы» с легким паром. Сужебный роман, кстати, еще иногда. Да, и у меня еще вот папа любил пересматривать, господи, как он называется, «Гараж». Сквозно за мне верить. Все. Больше никаких? Больше никаких. «Ирония судьбы» или с легким паром. Иван Васильевич меняет профессии. Ну, вот эти все, которые, где снимается Шурик, эти люблю смотреть. Еще один дома. Например, мы пересматриваем советские фильмы с родителями. «Невеста с севера» фильм такой, армянско-российский. Вот. Я армянка по национальности, поэтому мы его часто пересматриваем, особенно в Новый год. Нам напоминает о родине. Советские, да. Это, ну, детям не очень интересно, честно сказать. А здесь, МИ, какие пересматриваете? Ты какие любишь смотреть? «Один дома». «Последний букет» пересмотрели на прошлый Новый год. «Один дома» все части пересмотрели. Отпуск по Амену прям всем советую. А так больше предпочитаю гулять, на самом деле, чем в фильме смотреть.